Добрый день, вы смотрите новости в студии Егор Матаев. Как всегда, начнем выпуск с главных тем. Губернатор Виктор Томенко провел встречу с Советом Общественной Палаты Алтайского края. Стороны обсудили, какие меры были приняты для максимально успешной работы в непростых для страны условиях. Старейшее промышленное предприятие Рубцовска отпраздновало свое 90-летие. Продукцию предприятия «Мельник» знают в 60 регионах. Пожилая пара снежных барсов живет в республике Алтай. По словам специалистов, ирбисы такого почтенного возраста встречаются редко. Губернатор Виктор Томенко провел встречу с Советом Общественной Палаты Алтайского края. Стороны обсудили итоги года, основные векторы взаимодействия краевых властей и общественников, а также планы на будущее. Виктор Томенко отметил, в этом году особое влияние на все аспекты жизни оказала специальная военная операция. Виктор Томенко высоко оценил работу, которую общественники проводят в части оказания помощи участникам СВО. По словам губернатора, западными странами развязана беспрецедентная экономическая война. В этих новых условиях необходимо жить и взаимодействовать с другими странами, организациями и предприятиями. Главные вопросы жизнеобеспечения и удержания экономики. Все это потребовало больших усилий. В связи с этим председатель общественной палаты Юрий Шамков рассказал о текущей деятельности своих коллег по данным направлениям. Решение нашего президента было очень сложным на самом деле, но в то же время и продуманным и ответственным. Задачу надо было решить, во-первых, по защите жителей Луганска и Донецка, то есть Донбасса, так и интересов, и настроения, и пожелания людей, которые в других областях, в Херсоне, в Запорожье, жили с этим желанием и высказали свое желание стать независимыми. Виктор Томенко высоко оценил работу, которую общественники проводят в части оказания помощи участникам СВО. По словам губернатора, западными странами развязана беспрецедентная экономическая война. В этих новых условиях необходимо жить и взаимодействовать с другими странами, организациями и предприятиями. Главные вопросы жизнеобеспечения, удержания экономики, все это потребовало больших усилий. В связи с этим, председатель общественной палаты Юрий Шамков рассказал о текущей деятельности своих коллег по данным направлениям. В этом году мы при формировании бюджета тоже вышли с инициативой по четырем позициям. И мы были услышаны между первым и вторым чтением, добавили по нашей просьбе, обращению 210 миллионов формирования современной городской среды. Палата выходила также 15 миллионов в программу, в конкурс, я считаю. И сегодня тоже и педагоги, и родители очень довольны вот этой программой. Сегодня это уже 40 миллионов на следующий год. То есть она нашла понимание. Губернаторские елки начнутся с завтрашнего дня в Алтайском крае. Приглашения на праздники получили больше 12 тысяч детей. Это ученики начальных классов, несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники центров помощи и дети военнослужащих. Площадкой для губернаторских елок станет Краевой театр драмы. Туда приедут школьники из 15 районов и трех городов региона. Для них проведут мастер-класс по флористике, робомоделированию и созданию сувениров. В этом году детям покажут новогоднюю сказку «Алиса в Зазеркалье» по книге Льюиса Кэрролла. Историю о силе и безграничности, человеческого познания и фантазии поставил молодой режиссер Дмитрий Огородников. После спектакля веселые снеговики раздадут детям новогодние подарки. И к другим темам. Старейшее промышленное предприятие Рубцовска отпраздновало свое 90-летие. Компания «Мельник» начала работу в 1932 году. Увеличение производства муки были важным этапом на пути индустриализации страны. Сегодня празднование дня рождения для предприятий – это часть корпоративной культуры. Одними из первых в стране эту традицию ввели на Рубцовском «Мельнике» 40 лет назад. А гордиться было чем? «Мельник» – старейшее промышленное предприятие Рубцовска. Элеватор и мукомольный комплекс построены в рекордные сроки в 1932-м, чтобы решить проблему дефицита хлеба в стране. История развития «Мельника» непосредственно связана именно с историей Алтайского края. Сопостроение по возрасту, по датам – это системообразующие предприятия именно отрасли зерной переработки. Поэтому значение его, наверное, тяжело переоценить. Ни на один день «Мелькомбинат» не остановил работу в военные годы. Затем были трудовые будни, когда на Алтае поднимали целинные земли. Производство хлеба тогда выросло настолько, что он стал бесплатным в заводских столовых. Труд рубцовских мукомолов оценили. За высокие показатели комбинат получил орден – знак почета. Мы делаем простое и вечное. Хлеб, который всегда должен быть на столе у человека. Сегодня на предприятии много трудовых династий, где из поколения в поколение люди приходят сюда и находят себя, реализуют себя. Философия «Мельника» – высокое качество для всех и для каждого. Каждая пятая тонна алтайской муки и каждая третья макарон сегодня из Рубцовска. В общей сложности более 300 человек работают непосредственно на «Мельнике» здесь. И более 800 человек, которые работают в сельской местности. То есть это и социальная нагрузка, создание дополнительных рабочих мест. Мука, макароны, крупы от «Мельника» знают в 60 регионах страны. Продукции на предприятии производят столько, что могли бы кормить жителей России почти 9 месяцев подряд. Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства. Елена Самарина, Дмитрий Козерлыга. Новости. Новое оборудование. Ангиограф. Для проведения обследования и операции установили в Краевой клинической больнице. Прямо сейчас там находится моя коллега Анастасия Целовальникова. Настя, здравствуйте. Какие обследования проводят на оборудовании? Да, здравствуйте, Егор. На новом оборудовании можно проводить обследования в области кардиологии, сосудистой хирургии, гинекологии и урологии. А подробнее об этом нам расскажет Денис Арзамасцев, заведующий отделением рентгенхирургии Краевой клинической больницы. Денис Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какие конкретно обследования и операции проводят на новом оборудовании? Эта установка позволяет выполнять широкий спектр диагностических и лечебных процедур, связанных с сосудистой патологией. Поскольку сосуды у нас есть во всех органах и тканях, мы можем лечить, так сказать, человека с головы до ног. В частности, наше отделение занимается в основном больными кардиологического профиля, больными из сосудистой хирургии, больными урогинекологического профиля, нейрохирургическими больными и больными онкологического профиля. Выполняются здесь операции при остром коронарном синдроме, ишемической болезни сердца, инфарктах миокарда и так далее. У больных при инсультах различных, ишемических, либо геморрагических инсультах, а также у широкой группы больных с атеросклеротической патологией, стенозирующими, окклюзирующими заболеваниями артерий, верхних и нижних конечностей, брюшной аорты, висцеральных сосудов. Вот небольшой спектр тех операций, которые выполняются здесь. Ну и, конечно, эта установка, это не просто замена более старого оборудования на новое. Это все-таки уже новый шаг в возможностях, которые дарит более современная технология. Потому что этот аппарат, конечно, обладает лучшими математическими характеристиками, лучшим изображением, более точными, более точные позволяют нам проводить расчеты стенотических, окклюзионных поражений, более прицельно добираться до интересующих нас зон. Ну и, кроме того, что очень немаловажно, этот аппарат снижает рентгеновскую нагрузку как на пациента, так и на хирурга. Потому что новая система фильтров рентгеновских, которые существуют уже в аппаратах нового поколения, они позволяют при сохранении того же качества изображения, даже лучшего изображения у пациента, снижать рентгеновскую нагрузку в разы. Поэтому это более современная, более безопасная для пациента и более удобная для хирурга установка. Спасибо большое, Денис Дмитриевич. Ну а у меня на этом все. Я передаю слово в студию. Егор. Да, Анастасия, спасибо. Ждем вас в редакции с подробностями. Ну а я продолжу выпуск. Очередные бесплатные кинопоказы пройдут сегодня в Барнауле. На этот раз в кинотеатре «Премьера» покажут программу международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Всего вы сегодня увидите 49 фильмов. Это из шести стран. Ближней Азии и, в принципе, ближней части Европы. Например, такие страны, как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и так далее. Программа разбита на несколько блоков. В 14.05 начнется показ документальных фильмов, а в 15.15 – игровых. В документальном киноальмонахе «Люди – дело» собраны невыдуманные истории разных людей. Например, диспетчер электростанции из Удмуртии, который всю жизнь положил на то, чтобы сделать свое село шахматной столицей региона. Или музейного работника, который спасает малочисленный народ от исчезновения, передавая следующим поколениям вековые культурные традиции. Самая пожилая пара снежных барсов живет в республике Алтай. Об этом сообщает телеграм-канал «Территория». Зовут животных Харгай и Гута. Им обоим по 13 лет. 10 из них – барсы в браке. Так говорят специалисты фонда дикой природы. Дважды становились родителями. Ученые наблюдают за этими барсами с помощью фотоловушек с 2011 года. Отметим, ирбисов в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали в Монголии. Но именно пару снежных барсов такого преклонного возраста впервые. Они живут на хребте Чихачева в республике Алтай. На этом у меня все. До встречи в эфире.